Здравствуйте, мы сейчас находимся на Тайм-сквер, сегодня особенный день, мы все хотим поддержать наших соотечественников и нашу страну. Ян, скажите, пожалуйста, что вы думаете о ситуации в Украине сейчас? Ну, то, что происходит в Украине, это ужасно, это даже неописуемо, никто не предполагал до последнего момента, что такое произойдет, включая меня. И когда это началось, я был шокирован, у меня сразу же было желание любыми путями начать помогать Украине, всеми способами, которые мне доступны. А потом, когда начали прибывать беженцы уже сюда, к нам в Нью-Йорк, мы решили организовать помощь здесь. И уже мы начали эту работу, и на следующей неделе она усилится еще больше. Мы дадим конкретную информацию, куда обращаться, какие вопросы мы будем решать и так далее. Ну, наше главное желание, чтобы война поскорее закончилась, и после ее окончания, чтобы мы оказывали помощь именно восстановлению Украины. Это тоже очень важно. Почему вы помогаете Украине? Потому что любой цивилизованный человек сегодня, независимо от того, какая у него национальность, религия, в какой стране он родился, где он живет, должен оказывать помощь Украине. Потому что Украина сегодня стоит на переднем плане, на фланге борьбы мировой цивилизации со злом, которая представляет из себя путинская Россия. Слава Украине! Украине! Вот этот мужчина. А я уже говорил. Еще на другой уровне. Не надо, надо. Девочка на украинском. Хорошо говорит. Давайте, давайте. Как вам зовут? Настя. Настя. Доброго дня. Настя, вы желаете что сказать по поводу ситуации в Украине? Ну, ситуация на разу у нас жахлива. Всі знаю, це весь світ знає. Окрім росіян, які живут в Росії, вони слепо вірять своему президенту і не хочуть чути весь світ. Ні в коментарях в Фейсбуці, ні по телебаченню, ні де. А ну, скажи Україні слава. Слава Україні! Україна понад усе. Україна понад усе. Смерть врагам. Україна понад усе. Украина понад усе. Ну, який молодець. Еще раз, можно? Украина понад усе. Украина понад усе! Молодець, молодець. Давай, давай. Чтоб я не перегляю. Вот эту девушку. Може, у вас право? Пишет, пишет. Галина. А, ты потом будешь панкировать. Мы нарежем. Скажите, пожалуйста. Я в украинский, в панкрицкий. Тебе какого хочешь, то не поймите. Доброго дня, Галина. Что вы думаете с приводом того, что сейчас происходит на Украине? Ой, тут что можно думать, просто слів немає. Взагалі, я очень благодарна нашему президенту, воинам нашим, что оборонят Украину. Ну, дякуємо за вашу преподавательскую позицію. Дякую. Дякую. Спит лангвич? Да, конечно. Что ты хочешь сказать? Что ты хочешь про Украину. А, окей. У вас такой интересный наряд. Спасибо. Можно как-то вас... Мама, ты сейчас думаешь из Мариуполя. На, возьми. Вы можете по-украински, мы понимаем. Что сказать вам на украинцем? Что сказать? Что сказать? Об Украине? Я поддерживаю Украину, потому что я из Вити народилась. Я очень люблю эту страну. И я всех захочу поддерживать Украину, выходить на митинги, говорить о этом. Потому что это действительно большая проблема не только для Украины и для России, а для всего нашего мира. И я хочу, чтобы на моей стране был всегда мир, чтобы все дети были счастливы, чтобы они могли обнимать своих родителей, чтобы они видели их каждый день и усмехалися. Им слава Украине! Героям слава! Героям слава! Спасибо. Ты на Таймске, маме, мама из Вариуполя. Чувствуете ли, что поддержка стоит за Украину здесь? Помогает ли? Мы дополгаем. Конечно, это очень чувствуется, когда ты находишься в Америке, когда это очень большая страна за кордоном. И она очень далеко от Украины. И тут очень много людей, очень много американцев, которые поддерживают Украину. Это очень приятно. И мы чувствуем это и сердцем, и душой, и всем, чем мы можем. Я не из Мареуполя, а из Бердянска. Что я могу сказать, война, иди война, осталось там мало людей, которые... Человек остався, и старые люди, которые не могут выехать. Я не могу разговаривать. Это очень больно. А вот здесь жизнь идет. Люди китайские, которые не родились. А я еще не поняла ничего. Потому что для меня это, конечно, новое все. Ну, Украина – это моя Украина, где я выросла, родилась. Дуже спасибо вам за все, за вашу поддержку, за вашу турботу. Хочу сказать, чтобы у вас всегда был мир. И чтобы ваши дети, старые люди, не видели этого, что мы видели. И чтобы вы были счастливы, здоровы, богатые, добрые, и чтобы всегда было доброе. Спасибо вам. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Слава Украине. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Можно я вам дам вам карту? Мене звати Марія. Мене звати Марія. А, окей. Росія вторгнулася на территорию Украины. И именно поэтому мы были вымушены приезжать до наших родителей в Нью-Йорк. Мы очень благодарны каждому, кто помогает, кто поддерживает нас. Это помощь, которую мы никогда не забудем, которая будет всегда держаться в наших сердцах. Я все равно горда за свою страну, за свой город. Я в любом случае уверена, что мы победим и все виновные будут наказаны. Слава Украине! Доброе утро! Доброе утро! Вы члены международные? Говори по-русски просто. Да-да, по-русски. У вас какой канал? Канал с Яном. Подержи ему микрофон. Я буду говорить на русском, чтобы нас услышали русскоговорящие люди. Я считаю, что любой конфликт можно решить мирным путем. Для этого необязательно вводить войска в чужую страну и проявлять агрессию. В основе всего человеческого лежит любовь, взаимопонимание, дружба. И даже на этом этапе, который сейчас происходит в Украине, можно все решить мирным путем. Пожалуйста, не убивайте наших детей. Не насилуйте наших женщин и не проявляйте агрессию. Наш народ не сделал ничего плохого для того, чтобы с нами так поступали. Еще я хочу сказать всем тем людям, которые живут не в Украине. Каждый из вас может стать следующим. И каждый из вас может испытать то, что сейчас испытываем мы. Я из Киева. Я убегала 8 марта, и за мной взрывались бомбы. Я это видела своими глазами. Мне 50 лет, я взрослый человек. То, что видела я, я никому не пожелаю испытать в своей жизни. Пожалуйста, обратите на нас внимание, помогите нам. Помогите и давайте сплотимся вместе против этой агрессии. Давайте это остановим. Я закончила. Адвокат – это тот юрист, который сдал экзамен и получил лицензию адвокатскую. Имеет право выступать в суде. А юрист? А юрист – это просто тот, кто закончил юридическую школу, но ничего не сдал. Ничего не сдал, понятно. Да, конечно. Так нормально? Да. А как юридический? Да, конечно. Так нормально? Да. А как юридический? Конечно. Что вы можете сделать? А в первую очередь я думаю, что существует международный уголовный суд, который имеет юрисдикцию над этими преступлениями против человечества и военными преступлениями, которые совершает сейчас Россия на территории Украины. В любом случае это должна быть процедура в любом суде. Все начинается с инициации. Смотрите, если мы вернемся немножко назад в истории, на нюрнбергский процесс, да, он тоже длился не один день, если вы помните. Естественно. Естественно. К сожалению, я так понимаю, что на данный момент все процедурные вопросы еще невозможно окончить, потому что есть определенное время, которое вы должны потратить на расследование преступления, на оформление документов. Потому что это же не просто на основании только показаний каких-то. То есть должны быть приготовлены обвинительные заключения, обвинительные акты, должны быть подготовлены формальные доказательства, формальные документы, приведены на английский язык, предоставлены в международный суд. То есть это не дело одного-двух дней. Это работа огромная, во-первых, следователей, экспертов. Если Россия не зайдет в российской территории, как можно ли следствие на территории, если они не разрешают автоматически, то есть то, что мы можем следовать? Естественно. Если Россия займет какую-то часть украинской территории, я уверена, что они не будут пускать, потому что это будет подтверждение того, что они совершили эти преступления на территории Украины. Поэтому судить можно будет, но вы не сможете собрать дополнительные доказательства, к сожалению. Естественно. Этим сейчас занимаются. Если вы посмотрите в новостях репортажи из Украины, то как раз эти собранные сейчас собираются с доказательствами на территории Буччи, под Киевом, Верпене. Все фиксируется, составляются протоколы, детализируются все моменты, то есть ведется видеозапись. В Нью-Йорке, да. Очень приятно, что мой друг Ян Юфит сделал такую чудесную акцию, чтобы люди знали, что можно помогать украинцам. Мы бы хотели, чтобы по возможности наша помощь была более конкретной, то есть чтобы непосредственно люди могли свои пожертвования отправлять туда, куда они хотят. Если это, допустим... Мы просто в Москве отправляем женам, и жены перевозят после чем у нас больше в Одессу, когда перевозят. Мы покупаем футболки, отправляем. Сейчас мы покупаем запчасти для машины. Машины ломаются, и старые машины для запчасти. Как еще можно? Я думаю, что есть возможность для того, чтобы... Есть очень много, большая, слава богу, у нас очень большая диаспора украинская, и очень много людей готовых помочь, и которые этим занимаются ежедневно, помогают закупать лекарства, отправлять в Украину. Вы понимаете или думаете, что можно переменять, чтобы другие люди в законах? Но сейчас наша первая задача сейчас – помочь тем, кто приехал уже сюда и находится здесь, на территории Соединенных Штатов. Во-первых, помочь этим людям сейчас как-то обосноваться здесь, то есть по возможности, если у кого-то нет вещей, то, пожалуйста, люди должны, если могут, могут приносить вещи, детские вещи, игрушки, одежду для взрослых, потому что люди действительно бежали с одним чемоданом, поэтому, я думаю, любая помощь будет полезна, это во-первых. Во-вторых, как адвокаты, как юристы, мы будем помогать тем, что те люди, которые, допустим, попали сюда по паролю, по гуманитарному паролю, у них есть возможность проживать в Америке и получить право на работу на этот год, на которых им разрешили въезд в Соединенные Штаты. И будем помогать заполнять эти необходимые формы, чтобы люди могли работать и содержать свои семьи, естественно. Ну и если есть у тех, у кого есть возможность подать на убежище, есть основания для получения убежища, то будем помогать, естественно, предоставлять их интересы в суде и в иммиграционной службе. Пожалуйста. Здравствуйте. Как называется? Включать микрофон? Да, держи. Держи ближе. Ты волонтер Украины. Почему ты не занимаешься? Почему помогаем? Помогаем только потому, что не можем остаться в стороне от того, что происходит в Украине. Не можем смотреть на это все. Мы не можем видеть Бучу, мы не можем видеть Ирпень. Нам тяжело видеть этих людей, которые переживают, людей, которые погибают, ни за что абсолютно. Здесь мы пытаемся помочь тем людям, которые прибыли сюда, которые абсолютно беспомощны перед ситуацией, которая сложилась. Ты помогаешь, потому что ты хочешь что-то получить от Бога взамен или ты просто помогаешь, потому что ты считаешь это правильным? Чтобы помочь людям. Почему? Чтобы люди почувствовали, что... Дай ему микрофон, да? Да. Чтобы люди почувствовали, что они не одни. Потому что то, что происходит у нас сейчас дома, это вообще unreal. Мы не понимаем, что происходит. Это может быть. Как заставить русских людей увидеть мир нашими глазами? Ну, надо больше, чтобы люди выходили на митинги от других стран, чтобы они открывали глаза. Чтобы они открывали глаза людям, у которых занавеса. Потому что много русских ребят, они, как сказать, они вот вроде бы за войну, а вроде бы одни нет. Одни за войну, вторые нет. И они говорят то, что вот вроде бы там кто-то НАТО, кто-то не НАТО. Мне кажется, что они напали, вот их власть напала в нашу страну и такого не должно было происходить вообще. Это наша земля. Почему они сделали шаги на нашу землю? Для чего? Мы все спокойно жили, на нас никто не нападал, никаких там бандер, никого не было. И поэтому я считаю, что они там, где оставались, они должны были быть. У нас вот гибнут дети, гибнут люди, женщины. Насилуют женщин, детей, непонятно, что происходит. Спасибо. Держим игру, просто спроси семью, почему они пришли в такой холод, в мороз, в Таймсквэр и терпят. Лиза, почему ты пришла в такой холод, в такое вообще время? Потому что мы не могли поступить по-другому. Это наши люди, это наш дом. Я очень люблю Украину больше, чем Америку. Я люблю Украину больше всего, поэтому это единственное, что мы можем сейчас хотя бы сделать. Это приятно то, что и Америка, и масса других стран тоже поддерживает Украину. Конечно. Да, во всех, во всех странах. Конечно, приятно. Поддерживает это как-то боевой дух. Да, 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 это очень приятно. Ну, потому что везде есть наши люди, во всех странах. В Европе есть наши, и здесь наши. Русские тоже очень стесняются и стыдятся свои попросы и пытаются подменять. Я бы тоже стыдилась. Я бы тоже стыдилась. Хорошо, спасибо. 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 Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Героям слава! Я хочу спросить их! Что? Я хочу спросить их! Что? Что? Мы можем узнать, что если мы будем, где-то близко. Вы хотите, где-то близко? Вот так? Да, очень близко, это хорошо. Пойдем чуть-чуть, чуть-чуть. Вот здесь, вот здесь. Скажи, что ты боишься фотографии? Нет, мы хорошо. Он просто шутит. Это нормально, давайте ходим. Мне нравится, когда они прошли. Да. Да, давайте воду. Добавлю. Удрой. И группировка. Да, группировка. Все, кто-то в группировке. Да. Ранжур. Думаю, мы попробуем еще раз. Думаю, немного поближе. Думаю, немного поближе. Думаю, прямо там. Друзья, могу я спросить вам еще раз. Думаю. Думаю. Ранжур. С Бурятии. Потому что я против политики России, потому что я считаю, что Украина независимая страна, и война развязана Путиным, и хочу, чтобы мои соотечественники тоже восприняли это и проснулись от пропаганды. Я готов пожертвовать, я интересуюсь, пытаюсь найти информацию, где можно пожертвование сделать и так далее. Возможно, какая-то помощь беженцам, поселениям, какие-то вещи, возможно, лично у нас будет. Я думаю, что, возможно, вещами какими-то, возможно, с какой-то информацией, контактными данными, возможно, какими-то, да. И с работой, возможно. Я думаю, да. Возможно, не всех, но если даже есть маленькая часть какая-то, которую это, как бы, поддержит, увидит, что люди солидарны с ними, я думаю, что вполне. Не за что. Можно? Да. Очень бы хотелось услышать мнение россиян, небезразличных россиян к нашей ситуации сейчас в Украине, которые могут говорить правду, которые могут говорить то, что они думают, и которые в состоянии и способны думать, думать конструктивно и правильно. Ребята, пожалуйста, скажите, что вы думаете по поводу ситуации в Украине на данный момент? На данный момент, конечно, мы вот те, которые собрались здесь, мы против войны, против смертей, против того, что творится, вот этого насилия, против каких-то вот этих мер, которые наше правительство, как бы, как сказать-то, применяет. Как тяжело ли поменять российское правительство, вроде бы, которые взрывают наши специалисты, которые они не подходят к этому? Ну, это просто не... Это просто не... Да, это не очень, не очень, наверное, быстро. Ну, я не знаю, если Путина не будет, наверное, тот и другой, наверное, будет такой же, наверное. Я просто... Нужны выборы, нужны честные, честные, свободные, открытые выборы нормального лидера в стране. Ну, да, я думаю, что, ну... Как поменять мнение всех людей, чтобы они могли думать, как мы думаем, а не заплатить телевизор? Ну, это полностью... Чтобы не были бы имена, отписали, если бы вы слышали этот интернет, было бы помочь. Чтобы поменять мнение людей, это надо полностью правительство менять, я думаю. Начать с этого? Ну, да. Потому что вот это наше правительственное СМИ и так далее, это все по телевизору, все пропаганда идет. И все в основном, как бы, они думают. Ну, сейчас поколение меняется. Вот более взрослое поколение, которое смотрит телевизор, они, конечно, проправительственные. А вот более... Ну, это... Мне кажется, что это начинается с нормального образования. Мне кажется, что нужно начинать с нормального образования, с чтения книг, с получения высшего, хорошего, полноценного нормального образования. А еще вернуться к истокам, вернуться к истории. Почитать, что было 80 лет назад, какой была Вторая мировая война, на чем она основывалась, ее... как она проходила и чем она закончилась. К сожалению, то, что происходит сейчас, очень похоже на то, что было 80 лет назад. Очень многие маркеры повторяются, и я думаю, что это мнение не единичное и не только мое. Многие люди, кто в состоянии мыслить и думать, проводят параллель, проводят параллель со Второй мировой войной, с тем, что было тогда и с тем, что происходит сейчас. Нужно всем оглянуться, посмотреть вокруг на то, что происходит. Проведите параллели, посмотрите, что происходит, поддержите нас, пожалуйста. Мы, украинцы, очень благодарны тем россиянам, которые не безразличны к нашей ситуации, те, которые нас поддерживают. Да, они не могут свободно говорить на территории своей страны, и мы понимаем, почему, и разделяем их. Вот те, кто могут уехать, welcome to нормальная страна, свободная страна, где не имеет значения, кто ты, где нет геноцида, где нет цвета кожи, где все равны и все могут трудиться с равными правами. Ну, в общем-то, и все.